Дорогие друзья, всем привет! Сейчас будет очень интересный и необычный ролик. Необычный он тем, что вы будете меня видеть вот здесь и вот там. А это всё потому, что я вчера ролик записал, а звука не было. Вы видели, может, предыдущий мой ролик, где я с ДДНЛ играл? На последних двух минутах ролика, можете прямо сейчас пойти и проверить это. Меня не слышно, пропал внезапно звук. Я этого не знал. Потом пошёл ещё один ролик записывать, и потом ещё стрим запустил. И уже на стриме мне люди сказали, алё, тебя не слышно. Я там уже настроил звук. Ну, короче, это уже было поздно. Ролик-то уже записан. Но ролик очень интересный, и я не могу его вам не показать. Поэтому сейчас будет, знаете, переозвучка. Точнее, не переозвучка. Я буду рассказывать, что было в ролике. Точнее, комментировать, что вижу. Короче, как будто реакция на свой ролик. Но этот ролик вы должны просто посмотреть. Поэтому усаживайтесь поудобнее. Обязательно ставьте лайк. Мы запускаем. И поехали! Ролик пошёл. Я здороваюсь. Говорю всем привет, братва! Бла-бла-бла. Короче, я объясняю, что будет происходить в этом ролике. Происходить будет следующее. Мне парень, который взял топ мира на Барли, у него сейчас тысяча четыре кубков, дал мне свой аккаунт, чтобы мы с ним поиграли. Это очень забавно. На тот момент он находился в топе два мира. До того он был в топе там один, по-моему. И так получилось, что он в топе два на видео, и у нас появилась другая цель, другая тема ролика. Не просто показать там катки и показать, что он в топе. У нас появилась цель взять на ролик топ один мира, где я буду как бы за рулём этого аккаунта, этого персонажа. Естественно, в тиммейте с этим челиком. Я говорю, пацан, мы сольём, мы не апнем, ты гонишь, где я и где топ один мира. Погнали, говорит, всё нормально, всё будет чётко. Он апалбарли в три на три. В шеде он вообще никогда не играл, говорил там два раза, по-моему, за всё время. И мы пошли в шеде с ним. Ух, это было жесть, я вообще, ну, я говорю, зря, плохая идея, мы сольём. Ну, говорю, ну, погнали, покажем вообще рекорд твой, и я думаю, что это будет весело сыграть на тысячу кубков. Сейчас я рассказываю, что будет долгий подбор, подвожу, кстати, к рекламной паузе. Как будет рекламная пауза, мне придётся здесь, которой я здесь внизу замолчать. Там будет рекламная пауза. Я уже не помню, что я там рассказывал. Конечно, мне не получится повторить слово в слово, но я помню этот ролик. Кстати, чуть-чуть что-то с экраном сейчас, вот так, чуть-чуть подвинуть сюда. О, а, блин, что-то надо растянуть его, да, походу? Вот так вот. О, вот так. Чуть-чуть, конечно, края не сходятся, но да ладно. Вот, сейчас будет рекламная пауза, и мы пойдём в бой. Ну всё, рекламная пауза прошла, я такой сижу, ох, я монтировать не буду, сейчас подберёт соперников, и мы пойдём. Но я потом понимал, что если я не смонтирую, да вы просто застрелитесь, потому что невозможно смотреть ролик, который... Мы записывали ролик, он 45 или 50 минут был. Я, конечно, всё пообрезал, потому что... Ну, камон, 10 минут подбор, это же насилие. Я говорю, погнали в 3 на 3. Он говорит, там же точно, такой же точно будет подбор. Тут я такой, типа, оп, махнул рукой, монтаж пошёл. Монтаж вообще, да? Давайте чуть вебку побольше сделаем. Итак, первый поединок, Вася. Я очень переживал в этот момент, потому что я сразу был готов к поражениям. Я не рассчитывал ни на какую победу, и вообще ни в коем случае даже не на 0 кубков, потому что... Ну, я не верил в себя. Я не то, что не рассчитывал, я не хотел проигрывать, но я не верил в себя. Ну вот, смотрите, что вообще получилось. Катки были очень крутые. Мы кого-то завалили. Тиму, походу, да, или нет? Вот сейчас, короче, ну такой маленький спойлер, я сейчас начну с Шелли, короче, бычить. Его убьют, я начну с Шелли бычить. И в этот момент он увидел мою ошибку. Потому что, смотрите, как я близко подошёл к Шелли. Очень повезло, что у Шелли не было ульты. Ну, короче, как-то мы разошлись, он на меня потом кричал. Ну, не то, что кричал, он мне просто сделал замечание, говорит, не делай таких ошибок, не подходи больше с Шелли. Я говорю, окей, всё, не буду, буду играть нормально. У нас уже 6 банок, и тут я понимаю, что, ну, шансы у нас есть. Слушайте, мне кажется, что даже вот сейчас комментарий лучше, чем тогда. Ну, тогда я вот так вот сидел. Так, 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 ага, так, хорошо, проверим тут, ага, ага, вот так. Сейчас-то я уже знаю итог поединка, знаю, как мы там пипец, ну, вообще все поединки были охеренными. Там, там эмоции просто зашкаливали. Ну, я, я не могу этот ролик не перезвучить. Точнее, я его перезвучить наоборот не могу. Я могу только, как сейчас вы видите, записать с комментариями, как вы видите, в оригинале было просто без звука. Блин, очень обидно. Надеюсь, вам хотя бы так, но зайдет ролик. Еще 4 темы. И тут мы стали в такое, как раз, удобное положение, где мы, как бы, смотрите, нагибаем Шелли. И тут сверху я сразу накрываю ультой, понимаю, что нахрена я держу целый выпуск ульту. Я не помню, в каком поединке, но я там такую фичу замутил. Смотрите, тут я на Мортиса, дебил, иду на Мортиса. Ну, опять же, повезло, не повезло, Мортис меня мог бы выиграть, да, убить. Но я что-то на него пошел, не знаю, но убил, убил. В итоге у меня 10 банок, 3 темы. Мортиса убили. Там, значит, у одной Чела банки есть, у Мортиса 0, как и у моего напарника. Ну и тут, смотрите, как удобно я стою. Я забрасываю на Джина, на Рикошета. Ну, вроде как бы все окей, но... Ну, ладно, не буду спойлерить, но, блин, итогом мы недовольны остались, в любом случае. Тут я забрасываю, тут уже без... Вообще без шансов у тех челиков. И, блин, мой напарник умирает. Мой напарник умирает. Очень... Я не знаю, до этого момента досмотрел он или не досмотрел. Я забыл кое-что. Забыл передать привет. Блин, забыл передать привет. Забыл передать привет. Сейчас я должен передать привет, друзья. Должен был передать привет. Сейчас скажу, кому... Ой, я забыл. Короче, мы взяли топ-2 и ноль кубков получили. Это вообще отдельная тема. Я там чуть не охерел. Где же ты? Никита Бондаренко передал привет. Сейчас скажу, кому. Так, он передал привет своему другу. А, поздравляю Женю Стукалова с прошедшим днем рождения. Ну, это его была просьба передать привет. Что у нас на паузу нажилось? Тихо. Продолжаем. Это была его просьба передать привет, чтобы я это озвучил в ролике. Извини, что не вначале, дружище. Реально забыл. Надеюсь, ты до этого момента досмотрел. Вот. Итого. Дайте я выскажусь. Мы заняли второе место. Что я там завис? Я по-любому тут смонтирую. Сейчас обрежу. Мы заняли второе место. Я такой, блядь, чё? Доль кубков за второе место. Охренеть. И в 3 на 3 он тоже, кстати, за победы очень мало получал. Я не знаю, сколько кубков на таких, на таком уровне дают. На таких кубках сколько кубков дают за победу. И вот такие вот долгие поединки, такие долгие вот подборы. Вы не ощущаете этих подборов? А я тогда целый час сидел перед стримом и так мучился, что просто жесть. Ну, я вот так вот просто откидывал спинку, вот так и ждал, пока подберется соперник. И это мучительно долго было, очень. Не помню, мы 3 или 4 катки скатали, но это было мучительно долго. Всё ради вас, надеюсь, вам этот ролик понравится. Ноль кубков. Топ-2 и ноль кубков. Конечно, нас этот результат не устраивал. Мы продолжали. У нас, кстати, была идея, что потом поменяемся. Он зайдёт на Барли, я на свой аккаунт, либо же я пойду в Соло, либо же он на Твинка. Я уже не помню. Либо в 3 на 3 пойдём. Честно, не помню. Но мы что-то хотели ещё, чтобы не только в ШД. Но мы так заиграли, что просто смотрите. Тут, вот, кстати, этот поединок самый, я считал неудачным в начале. Блядь, нас ноль банок. Одна, одна банка, точнее. И мы что-то вот тут... Это мы сейчас ищем Леона, потому что я знал, что Леон в Стелси. Я тогда, блядь... Ну, точнее, я предполагал, что он в Стелси и сейчас нас убьёт. Очень волнительно. Такая ответственность была. Я не хотел Челу сливать кубки, хотя мы на это были настроены, потому что конец сезона, ему было похрен уже на кубке. Но моя задача была показать, как в топе там вот... Ну, хотя в топе в 3 на 3 было бы интересно показать, как он играет. Там вообще бы у нас шансов не было, он говорит. Если в ШДшке у нас хотя бы шансы, а там в 3 на 3 вообще без шансов там. Это не твой уровень. Да я это и сам понимаю. Я и в ШД знал, что это не мой уровень. Но... Но есть ещё порох. Ну, я так думаю. А может и нет. Короче, мы хорошо зашухарились. Смотрите, как мы стоим. И тут я запалился, слил ульту, короче, что-то прогорел. Я понимал, что мне надо её теперь фармить. Ну и такой уже потихонечку выходил за текстурок. Набивал, набивал. Три команды, кстати, уже осталось. И как-то вот бац-бац. И тут вообще непонятно, что произошло. Смотрите на мою рожу. Я такой... Чё? Чё? А-а-а-а! Как это? Топ-1! За топ-1, пацаны, мы получили два. Всего лишь два кубка. За топ-1. И... Я не понял, как произошло. Я... Я там, по-моему, говорил. Я нихенера не понял, но очень интересно. Я сразу захожу в список топов. У меня руки дрожат, блядь. Я не верю. Такой, знаете... Захожу в топ, а я на топ-1. Ну, не я, а этот аккаунт. Я такой... Да! Я его забустил на топ-1! Боже мой! Я там... Ну, я не помню уже. Я был реально в восторге, потому что... Ну, чёрт возьми, парни. Когда ты просто играешь на топовых аккаунтах, окей. А когда ты ещё с результатом играешь, когда ты был на топ-2 и на видео берёшь топ-1, естественно, ты не с нуля. Ну, это не то. Ну, косвенно ты взял топ-1. То есть, ну, понятно дело. Это не считается, типа, что прям заслуга твоя, что ты в топе один мира. Но, тем не менее, это было забавненько. Я, ну, просто, когда не рассчитываешь на победу и такое происходит, и мозги зашкаливают. Тут я говорю, пацаны, вы обязаны влупить нам лайк. Мы заслужили. Не помню, что я там рассказывал. Рассказывал, какие долгие повторы, наверное. Ну, не помню. Я делился, может, впечатлением с поединка. А подборы реально долгие. По 10 минут. Просто жесть. Один, по-моему, даже больше, чем 10 минут был. Вот, я обрезал уже. Следующий поединок. Это второй, да, или третий? Это третий, третий поединок. Поехали. Третий поединок, пацаны. Так, микрофон же работает хоть в этот раз. Я когда узнал, что ролик не озвучился, я просто вот так вот сижу. И он думает, что, как не озвучился? Ты что, шутишь сейчас? Я говорю, не парься. Не парься, я его переозвучу. Я что-то придумаю. Но, в любом случае, этот видос выйдет. Даже так интереснее получилось. Не знаю. Зацените, как вам такой ролик. Вообще, просто поставьте лайк, оцените. По лайкам пойму, как вам. Понравился, не понравился. В комментариях что-то напишите. Этот бой начался тоже как-то... Ну, я увидел опять Динамайка с Мортисом, которая нас в прошлый раз... Или тут, или... Не помню. Короче, я... Да, по-моему, в прошлый раз нас Динамайк с Мортисом в первом поединке выиграл. Я опять их увидел. Опять у них много банок. Думаю, да черт возьми, блин. Опять нам не везет. Херок, и уже 4 тима осталось. То есть тут, знаете, в ШД на таких кубках задача следующая. Это правильно... Тут как повезет, где ты, конечно, зареспавнишься. И правильно занять позицию. Не быть между двумя тимами. Это очень важно. Ну и, конечно, много... О, тут я вообще просто на скилле порешал. Не знаю, или на фарте. Вы видели? Леон плюс Мортис. Плюс Мортис. И я Барли их затащил. Ну, то есть он умер, а я тут чик-чик... Ну, я не хвастаюсь, что я там прям вообще красавчик. Это так, с сарказмом говорю. Я там выделывался. Выделывался. Естественно, это все с сарказмом. Я не считаю там, что я прям... Это все случайно получилось. Блядь, вот тут вообще просто жесть. Ну, вы увидите в конце, как мы расстроились. Вы посмотрите, сука, этот попрыгун просто ему фартит за счет пассивки. Мы бы взяли топ-1. Я тут говорю, пацаны, мы взяли топ-1, если бы, конечно же, не его пассивка. Опять мы 0 кубка, второе место. Да черт возьми. 0 кубка. Все, я говорю, пацан, все, ты в топе мира. Все, давай на этом выпуск. Все, я говорю, все, все, все. И тут он печат... Дина-пидор, ну, я с этим согласен. Я все, я говорю, все, пацаны, это последняя катка была. И он пишет, го еще. Я говорю, ну го, последняя катка. Просто я уже тогда очень устал. Мы полчаса сидели. Это последняя сороковая минута. Сейчас, не знаю, на ролик мы, может, минут 12 сидели. Я в последнюю катку пошел. Ну, если бы я все вырезал, да, 12 минут бы было. А без вырезок это уже минут мы 30 там с чем-то сидели. Я говорю, ну ладно, последняя катка, это уж точно. Я боялся проиграть. Вот тут, кстати, вообще неожиданно вылез на меня Мортис. Ой, я как его... Леон неожиданно вылез. И, блин, я думаю, вот это начало катки ужасное. И я смотрю, его зажимают слева, справа есть джинс. Снизу Тима зажимают. Думаю, все, это труба, трубец. Тут я резаюсь, я начинаю быстро-быстро всех отпугивать. Все разошлись, как будто бац, и как-то опять повезло нам, не знаю. Это, ну как бы, знаете, мы ходили по краю. То есть, ну всегда, всегда было как-то вот опасно. В любой момент можно было... Я не знаю, сколько бы нам дали, если бы мы пятое место. Точнее, сколько подняли, если бы мы пятое место заняли. Я не знаю. До хрена бы. Дают вот столько, а забирают. Тут, короче, была такая ответственность не слить. Меня позорит. Не, хотя я, на самом деле, как бы, какой с меня спрос, если я заранее говорил, заранее извинялся в ролике, что пацаны все равно солью, не судите строго. Но уже в конце я хотел закончить выпуск прям четенько. Ну и смотрите, короче. Тут я что-то от него отделился, думаю, окей, подойду к нему. Потому что, может, он кого-то убивает, а меня нету. Надо держаться вместе, говорю. Ну и, короче, сюда подошел к нему. Сейчас к нему, наверное, подойду. Он скажет, иди, иди сюда, иди, не мешай. И правильно. Знаете почему? Если вдруг бы сейчас Леон выбежал на него, и он бы убил только его. А если бы я рядом стоял, то бы он меня замочил. Я ведь не танк. Да Леон и танка бы, блядь, замочил. Это ж Леон, сука. И мы разделились. Но потом, я думаю, что надо подойти. А не, он мне опять говорит, сдрысни, сдрысни. И я ушел. Я понял, что нельзя нам быть рядышком. Ну, по-моему, он это имел в виду. Я пошел от него. И, по-моему, я в этот момент это же и рассказывал про Леона. Что нам нельзя держаться месте. И тут смотрю, там какой-то замесик. То есть мы отстояли там, где нам надо, да? И, короче, вышли вовремя. Сейчас такое будет. Это просто вот этот бой прям тоже очень эпичный был. Я вообще считаю, что все поединки были, ну, кроме одного, где мы топ-1 заняли. Да вообще что-то произошло непонятное. Смотрите, короче. Заруба пошла-пошла. Я тут на этого, как его, Дерила, короче, быкую-быкую пытаюсь его добить. Сука, он меня на расстоянии добивает. И смотрите, остается 57 хп. Я такой, да ну, сука. Ну, как так? И опять ноль кубков. Но по итогу этого ролика, друзья, мы ни разу не проиграли. Даже один раз взяли топ-1. Да и мы брали топ-2, топ-1 весь выпуск. То, что ноль кубков, но это высокие трофеи. Я тупой. Я говорю, да нет, ты не тупой. Крутой бой был. Ну, это я тогда озвучивал, но не писал ему. Не знаю. Тупил я тут, не тупил. Но поединки были тогда очень такими интересными, как по мне. Я тогда... Ну, это вчера было. Я, блядь, очень был рад, что мы этот ролик записали. Я, конечно, очень расстроился, когда понял, что он не озвучен. Ну, ролик получился вот таким. Ну, там я не помню, что я уже рассказывал. Но он и так и остался в топе. Вот. Я не помню уже, что ты рассказывал. Ну, короче, там уже просто, знаете, такой отдышался, типа. В общем, друзья, если понравился выпуск, пожалуйста, прожмите лайк. Мы старались. И катки получились очень забавными, интересными. Причем ролик такой еще необычный получился. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Как вам двойной я? Спасибо за просмотр. Жду вас на стриме по ссылке в описании. Вы делываюсь, как мы классно отыграли. Ну, мы реально классно отыграли. Напишите в комментах. Спасибо за просмотр. Фух, я рад, что этот ролик все-таки выйдет. Надеюсь, вам он понравится. Всем до новых встреч. Я так не могу закончить, когда я там еще разговариваю. Всем пока. Вот так, вот так, вот так, вот так. Всем пока, друзья. Да что-то рассказываю, сука. Я вообще не знаю, что я там рассказывал. Ладно, все, теперь точно пока. О, закончился. Пока.